Миш, это ты! Да, да. Нос. Миш, тебе нужно написать в эту компанию, они, по-моему, твой образ украли. Когда вы меня заслужили глюкать, смотрите, правда? Это очень похоже, как будто я сижу здесь. Всем привет, меня зовут Аня Шевцова, и вы на канале Журнал Киношника. Мы продолжаем работу над аниматиками, над раскадровками. Вот эта синяя линия, это движение немецких бомбардировщиков. Ну, оранжевые, это наши самолеты, но, по сути дела, это самолет Литвяк. Соответственно, что они делают? Они заходят сначала им в лоб. Это называется атака в лоб сверху, то есть они атакуют их, немецкие самолеты, как на схемах, которые мы с тобой видели многократно, сверху, спереди. Вот, атакуют. Дальше они проходят, атаковали, проходят, ну, в кого-то, вероятно, надеюсь, попали. Дальше они делают разворот. Это разворот, такой боевой разворот с набором высоты. Делают разворот, догоняют их снова, догоняют и атакуют сзади, сверху. Это вот у нас есть сверху, ну, и сбоку, естественно, под ракурсом. То есть вот они сзади, сверху их атакуют. Я бы, я не знаю, Димка, насколько реально, попробовал, конечно, сложить всю сцену, но это, наверное, так и сделать, да? То есть такую траекторию... Ну, кусочки траектории-то можно, чтобы она в голове настольная построилась. То есть ты показываешь вираз. А целиком такую траекторию не построить, это будет слишком заморочено, да? Ну, целиком вы лучше не делаете, да. Типа, ну, как с первой сцены. Они будут дергаться там, да. Дальше начинается вот эта вторая часть, куда у нас пошел. Здесь, видишь, какая штука? Здесь она же преследовала, видишь, она летит за Миссером. Да, за этим. А ее, как бы, на нее нападает Миссер Шмидт. То есть ты проиграешь, что-то там. Да, да. Я понимаю, что это как бы малозаметно, но на самом деле здесь, как бы, какая картина. Вот видишь, вот она за этим шла, как бы, в кольце, и дальше вот эта вот... Ну, она ушла, как бы, от атаки. И над разработкой технологии воздушных боев. Стенд того, что мы собираемся сделать натуральную величину. То есть наш самолет будет висеть на таких вот тросах. У него там сделано специально запроектированное усиление, которое позволяет его на трех точках подвесить. И где-то будут установлены лебедки. Сейчас как раз Герка проектирует вообще всю эту конструкцию. И она, по идее, должна с легкостью заменить нам гимбл сложный. И благодаря ей мы планируем снять все сцены, где самолет у нас в воздухе. И вот сейчас пока это вот первая операция, первый такой тест. И выглядит это очень здорово. Во сколько раз он будет больше, чем то, что мы сейчас видим? Десять. Примерно, даже не примерно, это один в десяти. Да, это ровно один в десяти. Так что было удобно. Это метр на восемьдесят пять сантиметров. То есть вот это вот десять метров. Да. Размах крыла, соответственно. К слову сказать, вот как мне его опустить? А оба выключателя наверх и нижняя кнопка. Как бы на земле плавно это делается. Кнопки, кнопки это вообще беда, ребята. Я не знаю, где брать хорошие кнопки. Ребят, вот если вы найдете хорошие кнопки, скажите, пошли к меня. Там, где они есть. Не советские кнопки старые. Потому что это беда просто. Все, мы все ашпулировали, оба тумблера вниз. И теперь, собственно, можем работать. Что вот это такое? Он сейчас немножко колеблется. Это аналоговый сигнал. Аналоговый сигнал всегда забирает на себя помехи. Даже из воздуха. Можно пальцем коснуться сейчас контакт. И он пойдет... Это похоже на девиацию. Девиация готовая. Но она рисковата. Тлот где-то... Ветер тоже рискнувший. Ну и вообще что? Мы поехали оп, вверх. Оп, вниз. Оп, влево. Так. Ну я не знаю. Давайте я просто сделаю вот так. По кругу. Да, растяжки шикарно работают, конечно. Мы снимаем его с носа. Мы отцегиваем его назад. Мы снимаем его с хвоста. Мы отцегиваем его вперед. И у нас там пространство для камеры. Давай попробуем. Давай. Попробуем. Сшивай. Райт нау. Можно, в принципе, даже райт нау как-нибудь отцегивать. Все. Алина Рубарева, дорогая удача. Это вот он сегодня выходной. Там сегодня выходной. Он сидит с ребенком. Дома. Да. Мы выехали на поиски павильона большого, который устроит нас все по техническим разным характеристикам. И сейчас мы в большом павильоне во Всеволожске смотрим, подходит ли он нам под наши воздушные сцены. Нам понадобится сделать тут огромные фермы для того, чтобы подвесить самолет. И чтобы гимбал, который построит Герка, здесь себя корректно вел. Смотри, какой вопрос у нас есть. Вот мы подвесили самолет. У нас три лебедки. Ну, или три блока. Да. А потом нам захотелось самолет взять и перевесить вот так. И у нас там есть материальный, как-то очень тяжело. Потому что мы, допустим, далеко можем отойти от него в одной из проекций, а нам может захотеться далеко от него отойти в кружок проекций. Здесь можно такого. Конкретно в этом помещении нам нужно создавать пару ферм по вот этим штукам. Это понятно. Ну, пару ферм, которые лягут вот на эти массивные балки. Вот. И, собственно, то, как мы создадим эти фермы, и даст нам свободу. Второй вариант. Тут пониже и как будто бы поуже, что ли. Но для этого мы будем делать схему и чертить. А, и делать виртуальную студию. Виртуальная студия, где будет четко понятно, где находится камера, где находится свет относительно самолета в воздухе. Вообще, в принципе, вот наш. Он 10-метровый сейчас. Колонны, ну, 17-метровые. На 2 метра я опустил балки, на которых, ну, как бы, вот эти вот ферменные конструкции, да, и вот этими штуками отбил их вниз. Так, сейчас мы... Надо... Надо... Надо кадр брать и смотреть, что какое движение мы можем себе позволить, собственно. Да, чтобы нам не мешали балки. Да, чтобы нам мешали колонны. И получается уже двигать его среди колонн. И двигать его, да. Потому что, да, не факт, что. Может быть, его нужно крыльями повесить между колонн. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, ставьте лайки. Каждому огромное спасибо за поддержку проекта. Всем спасибо, смена окончена.